Рассматривается Лужским судом вопрос, связанный с избранием мира пресечения в отношении нашего подзащитного Толгова, который обвиняется пока в совершении особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя предполагалось его заключение под стражу. Защита Толгова заявляла ходатайству о необходимости проведения ему судебно-медицинской экспертизы, потому что действительно состояние его здоровья вызывает очень серьезные опасения. Это мы видели как бы не со стороны, лично наблюдали эту ситуацию на протяжении двух дней, поэтому было заявлено ходатайство соответствующее, следствие его удовлетворило, и экспертиза данной была проведена. Но ее заключение каково? Нам этого неизвестно, поскольку в тех материалах, которые сегодня поступили в суд, данное заключение пока отсутствует. Видимо, они не успели его оформить с надлежащим образом, что, собственно, послужило причиной того, что следователь заявил ходатайство об отложении рассмотрения данного вопроса на 72 часа. Закон такое допускает, и при отсутствии возражений, поскольку действительно отсутствие данного документа препятствует, я считаю, принять правильное взвешенное решение, вот это и стало основанием для того, чтобы рассмотрение данного вопроса было отложено на 72 часа, а именно на понедельник, на 6 марта, на 12 часов 30 минут, когда у нас будет продолжение рассмотрения указанных вопросов. Позиция сторона защиты такова, что мера пресечения в виде заключения под стражу, безусловно, является неадекватной в данном случае. И мы сейчас даже не вдаемся в обстоятельства доказанности, недоказанности данного преступления, его правильной квалификации, поскольку для этого необходимо время, и позиция защиты должна быть, скажем так, сформирована, ну, путем каких-то определенных приговоров с нашим подзащитным, он сейчас не в том состоянии, чтобы согласовывать все детали этих моментов именно вот в связи с очень плохим самочувствием. Первые два дня ему очень тяжело дались в этом плане, потому что он прямо из больницы артической был, доставлен в Следственный комитет, на скорую увозили, вот, ну, как бы вот такая ситуация, которая, видимо, уже известна. Но, тем не менее, я полагаю, что миропрещение в виде домашнего ареста, она и ввиду состояния его здоровья, и ввиду его семейного положения, поскольку он один воспитывает малолетнего ребенка, у него жена умерла, когда ребенок был совсем маленький, и вот он один воспитывает на протяжении уже 7 лет, насколько мне известно, а ребенку сейчас 10. И он тоже страдает рядом серьезных заболеваний, находится на учете у различных врачей. У него престарелые родители на иждивении. Я думаю, что просто вот, исходя из соображений гуманности, справедливости, в этой ситуации загонять человека в СИЗО и обрекать, ну, условно говоря, на голодную смерть членов его семьи, это было бы неправильно. Именно поэтому и просили суд принять разумное взвешенное решение по поводу миропрещения, и более правильным, я считаю, здесь было бы не заключение по стражу, а домашний арест. Пока суд это ходатайство по существу не рассматривал, вот, ввиду того, что все эти вопросы принесли на понедельник, из-за ходатайства следователя об отложении сегодняшнего рассмотрения.